Самгин боком тихонько отодвигался в сторону от людей. Он встряхивал головою, не отрывая глаз от всего, что мелькало в ожившем поле. Видел, как иноков несет человека, перекинув его через плечо свое. Человек изогнулся, точно тряпичная кукла. Мягкие руки его шарят по груди инокова, как бы расстегивая пуговицы парусиновой блузы. — подскакал офицер и, размахивая рукой в белой перчатке, закричал на инокова. Иноков присел, осторожно положил человека на землю, расправил руки, ноги его и снова побежал к обрушенной стене. Там у Жека пошились солдаты, точно белые мучные черви. Туда осторожно сходились рабочие. Но большинство их осталось сидеть и лежать вокруг Самгина. Они перекликались излишне громко, воющими голосами. Особенно звонко по бабье звучал один голос. — Минаева-то, Павлуху-то, а? Вот тебе и поехал. Я говорю, Минаева-то. — Тучный. Широкобородый каменщик с опухшим лицом и синими мешками в глазницах всхрапывая кричал. — Вы благодарите Бога. Да. Я первый догадался. Они, сволочи, нагоняют экономию. Чего орешь? Молебен надо. Видел я, братцы, как Матвей падал, как в омут мырнул. Ей-богу! Семгину казалось, что становится все более жарко. И солнце жестоко выжигает в его памяти слова, лица, движения людей. Было страшно слышать возбужденный разноголосый говор каменщиков. Говорили они так громко, как будто им хотелось заглушить крики солдат и чей-то непрерывный резкий вой. О-у-у-у-у! Человек пять стояли, обратясь затылками к месту катастрофы. Лица у них радостные, и маленький рыжий мужичок, часто крестясь, захлебываясь словами, уверял. Ей-богу не вру. Вот как тебя вижу. Бежит он сверху, а сходень под ним. Сугорбилась, и он взлетел. Ей-богу! Самгин оглядывался, пытаясь понять, как он подбежал столь близко, не желая этого. Он помнил, что когда Иноков бросился вперед, он побежал не за ним, а в сторону. Странно, подумал он, наблюдая, как солдаты сносят раненых и с ненужной аккуратностью укладывают их в правильный ряд. Подошел Иноков. Левая рука его обмотана платком, зубами и пальцами правой. Он пытался завязать на платке узел. Это не удавалось ему. Помогите-ка, — сказал он Климу. — Ранили? Прищемил пальцы. Много убитых. Видел троих. Без шляпы, выпочканный известью. С надорванным рукавом блузы он стоял и зачем-то притопывал ногою по сухой земле, засоренной стружкой, напудренной красной пылью кирпича. Стоял и, мигая пыльными ресницами, говорил. Глупая штука. Когда леса падали, так, знаете точно, огромнейший паук шевелился и хватал людей. Да, — согласился Клим, — именно паук. Не могу вспомнить. Бежал я за вами или остался на месте? Иноков посмотрел на него непонимающим взглядом. Одному голову расплющило. — Удивительно. Ничего нет, только нижняя челюсть с бородой. — Идем? Пошли так близко друг к другу, что идти было неловко. Иноков, стирая рукавом блузы пыль с лица, оглядывался назад, толкал Клима, а Клим, все-таки прижимаясь к нему, говорил. — Знаете, я был уверен, что стою. Оказалось, я бежал вслед за вами. — Странно. — Что же тут странного? — равнодушно пробормотал Иноков и сморщил губы в кривую улыбку. — Каменщики, которых не побило, отнеслись к несчастью довольно спокойно, — начал он рассказывать. Я подбежал, вижу, человеку ноги защемелы между двумя тесинами, лежит в обмороке. Кричу какому-то дядьке, помоги вытащить, а он мне не тронь. — Мертвых трогать не дозволяется. — Так и не помог, отошел. — Да и все они. Солдаты работают, а они смотрят. — Испугались, — сказал Самгин, и вдруг вспомнил, как быстро он домчался на коньках к Борису Варавке, утопавшему в полынье. — Ничего похожего на сегодняшнее, — вслух сказал он. Иноков встряхнулся, взглянул на него и докончил. — Я тоже не видал. Этими словами он погасил воспоминания о Борисе. Самгина тяготила ощущение расслабленности, физической тошноты. Ему хотелось закрыть глаза и остановиться, чтобы не видеть, забыть, как падают люди, необыкновенно маленькие, в воздухе. Чепуха какая-то, задумчиво бормотал Иноков, сбивая на ходу шляпой пыль с брюк. — Вам кажется, что вы куда-то не туда бежали, а у меня в глазах щепочка мелькает. Эдакая серая щепочка. — Точно ею выстрелили, взлетела, совсем как жаворонок трепещет. Удивительно права. Тут люди изувечены, стонут, кричат, а в память щепочка воткнулась. — Эти штучки, вот эдакие щепочки, черт их знает. Он толкнул Самгина и, замедлив шаг, досказал. Меня один человек хотел колом ударить, вырвал кол и занозил себе руку между пальцами. Здоровенная заноза. Мне же пришлось ее вытаскивать. У дурака. Он снова пошел быстрее. Щепочки, занозы. Какая-то пыль в душе. Я просто пряч 배iley. Орбайт. В旁. Арщик.